Встречу с работниками районного здравоохранения провели председатель Совета депутатов Щелковского района Надежда Суровцева и заместитель главы администрации Юрий Родионов. В разговоре принял участие депутат районного совета Виктор Монохин. Встреча проходила в больнице номер один и в первой поликлинике. Речь шла о благоустройстве территории, о модернизации учреждений здравоохранения, о многом другом. Фактически разговор затрагивал те изменения, которые произошли в районе за последние пять лет. Мы свою жизнь ощущаем по той дороге, к которой идем на работу. По той школе, где учатся наши дети, по тому детскому садику, куда ходят они. Наверное, по той обстановке, которая находится в нашем рабочем коллективе, потому что мы две трети жизни проводим на работе. И поэтому у нас складывается само ощущение от этой жизни. А кроме этого, это ощущение от жизни, оно естественно, что и передается, как ощущение от власти. И мы специально сегодня пришли с вами поговорить о том, что было сделано за эти пять лет. На встрече выступавшие назвали основные достижения, которые уже прочно вошли в жизнь района. Это и открытие перинатального центра, и проведенный ремонт больницы, поликлиник, поступление нового диагностического оборудования в лечебные учреждения, переоснащение автопарка. Так, к примеру, у Щелковской подстанции скорой помощи появились новые автомобили. По поручению губернатора ведется активная работа по привлечению специалистов-медиков. На встрече работники задавали вопросы не только о работе здравоохранения, но и просили рассказать о том, как будут решаться проблемы муниципалитета. Обсуждалось расселение ветхого жилья, благоустройство дворов, строительство нового моста на фабричной. Несмотря на позитивные перемены, жители обратили внимание и на ряд недоработок. Мы в прошлом году как раз начали с первой школы. Вы помните, да? К школе вообще там не подойти. Мы сделали тротуар, мы сделали все ограждение, мы сделали на территории школы полностью. Плитки даже там выложили. Там красиво, не спорьте. Значит, дальше как бы работаем. У дороги, мы запрещение. Сейчас начинается осень, да? Вообще порой сходишь, там, и освещение очень плохо. Ну, освещение мы посмотрим, потому что дороги все, конечно, реализовываются. Чтобы отремонтировать хотя бы один фонарь и не доставлять себе. Давайте, давайте, мы сейчас запишем. Надо заметить, сотрудники учреждений здравоохранения с одобрением отозвались о формате таких встреч. Откровенный разговор помогает людям лучше понять, какие задачи сейчас ставит перед собой власть. Встречаясь с руководителями, донести до них вот эти вот тонкости очень полезно и услышать ответы. Очень хороши встречи с профессиональными коллективами, потому что у жителей и у профессионалов, у людей есть возможность задать вопросы, насущные вопросы, которые их волнуют. Мы их обсуждаем, мы общаемся, они получают ответы на вопросы, мы видим, какие вопросы наиболее острые стоят. Это позволяет нам каким-то образом то же самое скоординировать свою работу. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».